всем привет с вами компания строй крыша в этом ролике я покажу вам о замене кровли на дачном доме для постоянного проживания а также нюансы монтажа пароизоляции при реконструкции кровли снаружи материалы на кролю были отсчитаны заранее поэтому их завезли в первый же день заезда на этот объект в качестве пара гидроизоляции мы выбрали материалы премиум сегмента от компании дельта весь пиломатериал был сухой строганы и в первый же день заезда мы их обработали огнебиозащитой неомид 450 во время строительства этого дома были применены какие-то пленки также присутствовало небольшое утепление но все это было в перемешку и соблюдение каких-то технологий при демонтаже никто и не ожидал первым делом демонтировали кровлю на односкатной пристройки и нижнем скате ломаной кровли и при демонтаже обратили внимание на то что в качестве пароизоляции теплоизоляции везде применялся пенофол после того как все почистили сделали осмотр на наличие саморезов гвоздей и дойдя до потолка пристройки первым делом начали монтаж новой пароизоляции пароизоляции в нашем случае это дельта рефлекс армированная с отражающим слоем стандартной пароизоляции нельзя оборачивать балки стропила так как это может привести намоканию а дальше к образованию плесенью и гниению поэтому на этом объекте мы монтировали пароизоляцию кусками между балками перекрытия и между стропилами брали расстояние между балками добавляли с каждой стороны по 8 10 сантиметров и прижимали рейками к нижней стороне балки и после этого между пароизоляцией и балкой наносили клей для пароизоляции дельта тан или дельта тикс пленку между собой мы клеили с помощью односторонней клейкой ленты дельта мульти банк так как стропильная система была сделана из бруса 50 на 100 и 50 на 150 скаты мы выровняли и увеличили толщину утепления с помощью сухого бруса 50 на 100 или конструкционными саморезами 8 на 200 после этого отрезали излишки пленки и такой способ является одним из основных способов монтажа пароизоляции при реконструкции кровли снаружи при таком способе балки остаются максимально открытыми но пароизоляция препятствует проникновение влажного воздуха в кровельный пирог одним из плюсов монтажа пароизоляции таким способом является то что можно применять стандартную пароизоляцию так как при применении пароизоляции с переменной паропроницаемостью есть ограничение нельзя применять над влажными помещениями а также стоимость такой пароизоляции очень высока хотя плюсом является то что можно оборачивать балки и монтировать сплошным полотном не разрывая пароизоляцию в ломаной части кровли для того чтобы утеплитель не давил на мембрану тем самым мембрана не перекрывала вен зазор сделали вставки из той же реки который крепили пароизоляцию следующим этапом после того как смонтировали пароизоляцию начали монтаж утеплителя на этом объекте выбрали утеплитель урса пури ван минимальный слой утепления был 200 миллиметров а в некоторых местах он был и 250 работали участками и после утепления сразу же монтировали супер диффузионную мембрану дельта макс и сразу же монтировали контур обрешетку и шаговая обрешетку мембрану между собой также проклеивали с помощью односторонней ленты дельта мультибант под контур обрешетку клеили уплотнитель работая участками максимально старались сделать единый пара тепло и гидроизоляционные контуры после того как закончили с монтажом шаговой обрешетки приступили к монтажу металлочерепицы металлочерепицы на этом объекте грандлайн премиальное покрытие пурал матовый цвет 8017 профиль классический на дна скатных пристройках сделали сплошной настил обрешетки и приняли решение вместо металлочерепицы применить профлист ns-35 любых времен . Великобритания Продолжение следует... 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 Все. Субтитры сделал DimaTorzok Если этот ролик для вас был чем-то полезен, всем кто смотрел, большое спасибо за просмотр, всем здоровья, удачи и до новых встреч на новых объектах.